Сегодня черный день у белого кефира, едем на стрижку. Киев, Абриле, снова у меня андатра. Киев, ты лысый, лысый. Надо отрезать ему эту дебильную челку. Кто там просил больше кефира? Welcome, дайджест июль. Сегодня 1 августа, ну в смысле ролик вышел 1 августа, если вы смотрите в первый день, а это значит, что я уже как неделю кручу педали где-то далеко на севере, на Кольском полуострове, на тур Юнайте. Можешь что-нибудь написать в комментариях, как я появлюсь в цивилизации, как появится связь, всем отвечу обязательно. Этот дайджест, наверное, будет короткий и немножко странный, потому что, ну как я уже сказал, что я неделю назад еще уехал, для меня месяц был короткий, но зато тут есть что обсудить. В июле я практически никуда не ездил, был по горло занят, зато у нас был какой-то полупивной патруль, полуночная экскурсия. Погода нам благословит. Стоим под табакеркой на Сухаревской, прям под Савастоном Машкова, смотрите. Сейчас, сейчас, сейчас я покажу. Вот из-за этой херни большой я больше не хожу в этот театр. Вообще экскурсия такая больная тема, отзывы отличные, а показов нет. Но сейчас не про это. Довольно много людей хотят попасть на эту экскурсию, и я вроде как уже собрался сделать большую экскурсию, но с первого числа экскурсию буквально запретили. Теперь нужно получать какой-то сертификат в каком-то там министерстве сертификации, как их получить и где эти, и где, короче, вообще непонятно. В общем, очередной налог на деятельность. Ракеты сами себя не построят. Но я за это и не собирался брать деньги, так что я думаю, мы все равно как-то соберемся и сделаем. Просто надо выбрать время. Если за это, конечно, не дают двушечку. Я, короче, заехал на, сейчас только что, на территорию дипкорпуса. Еду на встречу с послом Уганды. Он тут еще египтян тусуется, это же египетский флаг. Я, как, приперся на встречу в шортах. В общем, предыстория такая. По-моему, в сентябре или в октябре, уже не помню того года, меня пригласили на вечеринку в посольстве была в честь 50-летия независимости Уганды. Там познакомился с послом и рассказал ему свою идею путешествия по Уганде. И она ему так понравилась, что он почти год долбил меня, чтобы я приехал в посольство. Мы все это обсудили. И, в общем, я, как всегда, это профакал. Представляете, меня посол звал в гости, а я ездил куда-то на велике и всякие, ну, короче, тупил. В общем, только что с ним встретился. Мы все обсудили. Единственное, что на этот год я опоздал. Уже будет не сезон, там, сезон в октябре заканчивается. Но по всему плану, то, что хочу сделать, потому что, ну, там очень много надо будет всего завязать. В общем, в следующем году еду в Уганду при поддержке правительства Уганды. Будет очень круто. А, и самое главное, то, что нам обещали дать разрешение на дрон. В Уганде дрон запрещен, и там, в принципе, нету этих аэросъемки. И у нас она будет, потому что нам выпишут прямо государственное разрешение какое-то. Так что подпишитесь уже наконец-то, чтобы не пропустить. Я думаю, будет очень интересно. Правда, не скоро. Блин, надеюсь, не профакать, как обычно я это делаю. Игра ту байку, угадай мелодию. Или еще одна. Ответы в коммент. Новости мастерской. Как видите, у нас вернулось пианино. И его даже настроили. Несколько дней и ночей делали там большую перестановку. Как вам сочетание цветов? И успели завести нового админа. Паша, поздоровайся. Привет. И пополнили прокатный парк вот таким тандемом. Сразу еще надо научиться на нем ездить. А еще мы притащили в мастерскую из Китая вот такие вот шоссеры. Пока всего два цвета и две ростовки. Все довольно маленькие. Взяли на пробу. Посмотрим, что это то увидит. Вообще, велики, интересно. Заходите в гости. Тяжелая была неделька. Я упоролся и свалил на дачу. А на даче... Весна. Кефир. Два клопа. Еще один. Найк. Бася. Вася. Додик. Инопланетная тварь. Ёж, альбинос. Лев. Попугай. Тайсон. Короче, целый зверинец. Всех щенков раздали за один день. Спасибо всем, кто откликнулся. Так, еще записали подкаст. Вот у Сергея. Да, ссылочка в описании. И от всех подписчиков, Егор, твоего YouTube-канала, поменяй аватарку, пожалуйста, у себя на канале. Потому что, может быть, поэтому тебя не так много людей смотрят. Потому что у тебя странная аватарка, скажем так. Я вообще думал, сейчас не видно. Нет, видно-видно. Видно? Окей. Да, записали классный подкаст с Сергеем на Бродокасте. Это крупный подкаст с крутыми и яркими дядьками. И я даже удивился, когда они позвали меня. Но получилось вроде классно. Мы поговорили про велики, про электрички, про мастерскую, про велоиндустрию, про велоинфраструктуру. На данный момент, когда я снимаю, подкаст еще не смонтирован. Поэтому оставлю ссылку просто на сам подкаст. А когда он будет готов, где-нибудь или в следующем дайджесте, или где-нибудь в других соцсетях, оставлю ссылку на подкаст со мной. Если интересно. Кстати, аватарку я поменял. Я прислушиваюсь к критике. И еще насчет критики. Хотел бы в этом дайджесте зафиксировать один момент и расставить пару точек, так сказать. Под прошлым дайджестом пришло пару комментов. Довольно грубых и неконструктивных. Тезисно там было так. Нафига ты на вело-канале пишешь какие-то свои личные новости? И я вот что хочу сказать. Если тезисно и не очень грубо, я, во-первых, сам разберусь, что мне на своем канале выкладывать. Но есть классная идея. Если вам так не нравятся эти дайджесты, и вы не можете их не смотреть, и вы смотрите их, и прям мучаетесь, я могу их просто скрыть. В первую очередь эти дайджесты я делаю для себя и для своих близких. Поэтому, если я их закрою, наверное, даже все выиграют. Вы не будете мучиться и не будете их смотреть, если уж вы их не можете пропускать. А я их смогу делать более откровенными и интимными, и вообще поражать там со своими друзьями. В общем, когда я вернусь в цивилизацию и появится связь, с удовольствием обсужу этот момент с вами в комментариях. Надеюсь, пока я оффлайн, мы не захотим еще кого-нибудь освободить. А, еще чуть не забыл, я наконец снял видео про спеш. Я там наехал и на спеш сам, и на спешоводов, и на шимана. Очевидно, обзор это не мое, но было и весело. Ролик вроде прикольный был, и нормально зашел. Если не смотрели, зайдите, посмотрите. Сейчас будет тизер, а я погнал собираться. У меня скоро поезд. Всех обнял, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok